Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Вчера я выложила фотографии с маленькими помидорами Настеньки. Сегодня я пришла, чтобы снять видео. Просто вчера было очень жарко в теплице, я не смогла даже зайти. Я все-таки женщина в возрасте, здоровье уже не то, что в молодости. Но вот хочу показать вам, как просто, общий видеообзор. Я уже не знаю, я себя так неловко чувствую, начинаю показывать, люди начинают некоторые писать. Я не верю, да такого не может быть, сразу помидоры. Вы поймите, я вот эти, те, которые сейчас я вам буду показывать, я их высеваю очень рано, небольшую партию для получения раннего урожая. Если я их посеяла в январе, сейчас по срокам, по биологическим, они уже должны плодоносить. Это не какое-то чудо, не я волшебница, это просто удачно подобранные сорта, хорошие семена, хорошая земля. Все, если эти благоприятные факторы сходятся, урожай получается очень ранний. Сегодня девушка написала, которая у меня заказывала семена, что у нее тоже цветут, хотя она специально ничего не делала. Такое впечатление, что я какие-то постановочные парафиновые помидорки что ли повешала. Вот рассада, которая была малышкой-малышкой, если у нас жара 30 градусов, я ее поливаю, хорошая была рассада, почему бы ей не вырасти? У нее нет вообще причин, чтобы не вырасти, все растет как на дрожжах, но это не я виновата, это такие растения. Вот сейчас покажу. Если вот на Демидове еще нет помидорок, я ж не вешаю туда ничего, какие-то зеленые эти, как шарики, чтобы сказать, что это помидоры. А Настенька, вот да, меня порадовала, на каждом, на каждом кустике, видите, зависть. Я же говорила, что если она зацветет, значит быстро будут помидоры, потому что они по срокам взрослые. Вот она помидорка. И на каждой, на каждой Настеньке, я вчера всех обошла, на каждой Настеньке висят маленькие помидорки. Вот она помидорка. Вот они помидорки висят, вот они зеленые. Если есть помидоры и они, я вот когда высадила, я сразу сказала, что она сейчас будет очень быстро развиваться, потому что я их долго держала в стаканах и как бы тормозила рост. Но как только они добрались до вольной земли, конечно, они начали сразу тут же плодоносить, потому что сроки у них поджимают, им надо дать потомство. Ничего в этом нет чудесного. Я не волшебница, не кудесница, ничего я не подстраиваю. Такие сорта и ранние посевы, все. Это может случиться и получиться у каждого. Просто кто поверит и кто захочет это повторить. Но если кто говорит, что ой, не верю, не бывает, конечно, у вас никогда этого и не будет, если вы изначально в это не верите. Можно даже в Сибири вырастить ранние урожаи. Вот сегодня так, середина мая, в начале июня мы уже будем есть плоды. И так случается каждый год. Это не какое-то чудо. Это закономерность природы. Ты рано посеял, рано покушаешь. Вот этот краткий видеообзор. И не только Настенька. Вот я тоже недавно рассаду высадила. Она была совсем кроха. Стала уже здоровая, толстая. Но если она так хорошо и быстро растет, значит ей так нужно, значит ей здесь нравится. Я создала все условия для этого роста. Но это хорошо. Я думаю, многие захотят получить тоже такой же ранний урожай. Я всем рассказываю все, показываю. Видео с самого посева веду всех. Как семечко ложить, как пикировать, как куда ставить, как подсвечивать. Хорошие семена и подсветка. Все. Я еще в январе снимала видео, называется, как получить ранний урожай. Именно тогда я посеяла вот эту Настеньку и этого Демидова. И сразу сказала, что это будет очень ранний урожай. Вот он он, этот ранний урожай. Все подробности на моей странице в Одноклассниках. Чернова Ольга, 56 лет, город Биста, Алкзайский край. Заходите, добавляйте в друзья, будете получать всю информацию. Делюсь информацией со всеми. До свидания. Хороших вам урожаев. И никогда не говорите, не верю. Возможно, все. Главное, захотеть. Продолжение следует.